Друзья, привет! Сегодня вновь поговорим о видеомаркетинге. Сегодня беседуем с Павлом Доктором, ну не доктором, а видеомаркетологом. Такая фамилия, что делать? Сегодня расскажем о каналах, которые он ведет, и у тех, у кого еще мало трафика, и они связаны напрямую с бизнесом, и для блогеров. Ну и сравним какие-то вопросы, позадаем насчет оптимизации каналов и других вопросов. Я сегодня буду мучить вопросами Павла, потом он будет мучить меня, и вторую часть видео смотрите уже на его канале, который найдете просто Павел Доктор, YouTube, в принципе, через поиск. Ну или переходите по ссылке в описании, там будет ссылка, посмотрите, переходите. Вас ждет приятный сюрприз и подарок на моем канале, досмотрите до конца видео. Паш, ну расскажи, значит у тебя основной проект, это связано с Сергеем Косенко, самое интересное, хочется узнать, какая разница в оптимизации, если продвигать канал, ну там или нулевой, или там где только пару тысяч подписчиков, где там важна оптимизация, ключевые слова, попадание в топ, похожие, и тогда, когда это уже такой раскрученный блогер с огромным количеством органики, и там уже нужно, может быть, заголовки не под оптимизацию, а под то, чтобы это как бы заинтересовывало пользователей. И вообще нужно ли что-то делать? Может там сама органика двигает этот канал? Вот расскажи о своем опыте. У всех каналов по-разному, на самом деле, YouTube меняет постоянно алгоритмы, недавно было обновление в октябре, там 40 новых обновлений вышло, вот, и много поменялось, но в целом, действительно, на больших каналах первые просмотры дают, уже когда больше 100 тысяч, минимум 10%, то есть первые 10 тысяч просмотров, это всегда подписчики, вот, так как это происходит у Сергея Косенко, и уже первый старт дан, да, соответственно, там не нужно в первые часы включать активно AdWords, Google Ads рекламу, либо киносайты, да, делать посевы где-то в социальных сетях и так далее. Что касается самой оптимизации, то я все равно делаю оптимизацию, и как я, насколько я знаю, и я обучался, да, и у российских экспертов, и у американских слушал, там, платные семинары, нужно все-таки попадать в похожие, потому что 60% трафика, по всем словам, это похожие видео, рекомендованные, да, поэтому мы ищем какое-то большое видео и стараемся к нему попасть в похожие видео, то есть у Сергея Косенко, например, мы попадаем в похожие видео к Трансформатору, потому что он говорит об этом, есть выпуски об этом, у них схожие тематики, YouTube их примерно объединяет в похожие, да, что там Трансформатор про бизнес и Косенко про бизнес. Конечно, каждый выпуск мы пытаемся выйти по какому-то ключевому запросу в топ, и я все равно заполняю все 500 тегов, единственное, что мы больше даем интриги в названии, то есть мы делаем в названии первым не ключевое слово, а какую-то интригу, то есть вся правда о, либо что-то там, Макс Топор ушел от дневника Хача, хотя это тоже ключевые вопросы, ну, запросы, поэтому я всегда заполняю все, максимально стараюсь ключевые слова подобрать, чтобы было меньше конкуренции. Видакью использую программу и там использую, можно будет даже посмотреть по ключевым словам, чтобы конкуренция была меньше до 50, а количество объема поиска больше 50, там такое значение. На твоем канале, например, есть видео, где как попасть в дневник Хача, то есть ты сам воспользовался на своем канале этим, может быть, хайпом попасть в похожее, или это просто продвижение в AdWords, то это видео попало, оно какой трафик собирает? Оно собирает трафик, я для теста, я тестировал разные источники, да, здесь действительно 29 тысяч просмотров, если видно, и здесь все равно был куплен AdWords, вот, и порядка, по-моему, 15 или 20 тысяч по минимальной цене, и он попал в похожие, но очень в низкой категории, то есть уже хайп прошел, я, видимо, поздно выпустил, или просто он уже не зашел, уже все знали об этом, поэтому там приходят просмотры каждый день, всего по 20, там, может быть, просмотров в день, и они приходят, да, из похожих видео, из поиска, но это все AdWords, которые я тестировал и настраивал, это не хайпануло, поэтому, даже если посмотреть статистику, там будет реклама AdWords. А вот, если брать канал Сергея Косенко, сколько там у нас по органике из похожих, из поиска? Я скажу так, что всегда каждое видео по-разному выстреливает, не всю информацию могу там рассказывать в рамках индей, но выстреливают крупные блогеры, то есть это интервью, например, с Петром Осиповым, с Айзой Гуф, Айза Безгуфа и жена Тимоти, да, там, девушка Тимоти, вот, они выстреливают и приносят органику, все остальное это 50, примерно 50 на 50, да, это половина подписчики приходят, половина платная реклама, которую мы стараемся везде показать, чтобы, ну, увеличить охваты подписку. А сколько вообще с рекламы подписчиков приходит, или все-таки с органике больше? С органике всегда приходит больше, с крутых видео, то есть можем посмотреть топ-3 видео, которые у нас принесли подписчиков, вот, это, конечно же, по-прежнему Евгений Гаврилин, вот, Гаврилов, который на самом деле приносит подписчиков больше всего. Как я в целом и говорил, подписчики приходят на полезную информацию о бизнесе, о чем-то интересном, связанное с тем, что могут получить люди все равно пользу. Больше всего подписчиков за все время нам принес Евгений Гаврилин, жизнь би, который сейчас уже закрыл канал, потом рассказ о бизнесе, Сергея Косенко, как на самом деле устроен его бизнес, то есть что на самом деле у него работает. И одна из свежих интеграций, это была Марина Могилко, которая открыла стартап в Америке по изучению английского языка. У нее порядка, по-моему, 200 тысяч подписчиков, и у нее несколько каналов. И от нее пришло 4 тысячи подписчиков, как мы видим. Также Сергей Романович, известная личность, с которым дружит Сергей в кино, актер Сергей Романович. И Александр Кондрашов, который тоже преодолел миллион подписчиков недавно, он тоже принес порядка 2 тысяч. Итак, Аяз в том числе, Айза Безгуфа, девушка Тимати, тоже, то есть мы попали в точку, и это принесло. Вот, как я говорил, Петр Осипов, 536 подписчиков. Если сравнить за последние 30 дней, новых подписчиков у нас всего 2 тысячи, и большая часть все-таки от свежих, от Марина Могилко. За последний месяц у нас принес подписчиков, опять же, Петр Осипов и Оскар Хартман в новом формате, когда мы делали всего 10-минутный ролик, и удержания было больше. И по-прежнему Марина Могилко, потому что у нее несколько каналов, там один 2 тысяч, 200 тысяч, другой 100 тысяч о компании в Америке и так далее. Та же Айза Безгуфа, 58 подписчиков, но тем не менее приносит. То есть, получается, мы сейчас обозначили видео, с которым больше всего было подписок. О чем это говорит? Что интервью с интересными блогерами, звездами, людьми, которые могут поделиться хорошей информацией, они помогают каналу-блогеру приводить новую аудиторию. Почему? Потому что и этот человек, с кем интервью тоже делится, это ссылка там у себя на страницах, наверное, это его идет трафик. А размещались ли эти видеоролики или какая-то информация у этих вот звезд? Смотрите, что касается Айзы и девушки, Анастасии, девушки и Тимати, да, то там мы так, они так и не разместили у себя в Инстаграм, а на спост. То есть, люди все равно в Ютубе о них ищут. У них нет ни у кого по Ютуб-каналу. Что касается Марины Могилко, то она, конечно же, кусочек видео выложила у себя. И она сказала, что, ребята, полное интервью, смотрите, у Сергея Косенко. То есть, была обратная связь. И люди, конечно же, хотели посмотреть, а что же такие вопросы, какие задал Сергей Марине, чтобы узнать все интервью, она порядка, там, 50 минут идет или 40. То есть, первое, это в похожие видео важно очень попасть. И там искусственный интеллект, то есть, очень много условий попадания. И высокая CTR картинки, то есть, у картинки должна быть высокая кликабельность. И попадание по тегам к какому-то определенному видео. И насколько, то есть, это часто будет показываться. То есть, много условий, плюс искусственный интеллект сам определяет. А когда идет прямая коллаборация, договоренность за деньги или по дружбе, конечно же, важно дать и на одном канале, и на другом часть, чтобы была интрига. Чтобы посмотрели это, перешли туда. Иногда переходят за розыгрыш, за подарок. То есть, люди хотят что-то разыграть, интересное. Не всегда это деньги, иногда это что-то приятное от блогера. Они хотят получить этот подарок. Уже на другом канале нужно перейти и подписаться. В данном случае у нас были интервью со звездами, у звезды блогеры, известные люди. И именно они дали самый большой результат по подписчикам. То есть, получается, ты говорил, что они связаны с темой бизнеса. Они о бизнесе говорили, о каких-то лайфхаках, правильно? Или там были какие-то развлекательные? Вот в этом топе какие ролики находятся, о чем они? Почему они выстрелили? Только за счет звезд? Или еще тематика тоже как-то играет роль? Давай еще раз вернемся. Самый топовый. Давай вернемся. Я сам лично посмотрел с удовольствием интервью Кондрашова. Допустим, топ-5 рассмотрим. Это Евгений Гаврилов. Гаврилин, у которого большой свой бизнес, есть свое рекламное агентство. И он запустил в сфере криптовалюты свою платформу. Второе – это вся правда о Сергее и его бизнес изнутри. То есть, как устроен сам бизнес. То есть, это лайфхаки. Да. Это по сути Мария Могилко – это стартап на миллион. То есть, она рассказывает все, как они с нуля искали инвесторов, подбирали, уехали в Америку и строили свой бизнес. Получается преображение с нуля. История, как бы ничего не было, что стало, как бы кейс такой. Да. И еще связанный с конкретными примерами. У Косенко вообще очень много всего. Начиная с его этих с рукавами пледов. Настолько история зашла, все уже знают. И уже потом, то есть, первично все-таки это канал о бизнесе, и люди интересуются бизнесом, как построить, как известные бизнесмены строили бизнес. И только потом идут Кондрашов и Романович, известные блогеры, у которых там либо известность среди, да, как актер, либо как Кондрашов блогер, там, миллионник, да. А о чем они говорят? Там интервью. То есть, Александр Кондрашов рассказывает тоже полностью интервью, практически как у Дудя, полностью вопросы, с чего он начинал, как он, почему в Ютубе, что приносит больше денег. У него тоже есть свой бизнес. И просто раскрывает личность Кондрашова более открыто. Актер Сергей Романович тоже, почему он уходит из кино, почему он тоже начал свой бизнес. То есть, так или иначе, люди, личность, которая так или иначе и как блогер позиционируется, и как бизнесмен, так же, как и Сергей Косянко. Он и бизнес выстроил, но ему интересно идти дальше. Он выстраивает уже бизнес в медиасфере, ну, через блогерство. На самом деле, в Ютубе существует два вида контента. Это развлекательный, либо обучающий. Контент про бизнес, он больше обучающий, да, он узкий, и есть в нем предел. Развлекательный, интересен всем, и его будут смотреть больше, дольше, да, там, и так далее. Поэтому Сергей в какой-то момент просто устал брать интервью постоянно о бизнесе, об одном и том же, как люди начинали, как все было плохо, потом, как все стало хорошо, потом, как новый бизнес шел. Он устал, эти истории одни и те же, у всех одно и то же. И он решил поменять, чтобы получать самому удовольствие от блога и давать больше, как бы, развлечений. И вот сейчас мы снимаем влоги каждый день, то есть у нас выходит 5 роликов в неделю, и это блоги в стиле Кейси Нейстад, да, в таком монтаже интересном, без квадрокоптера, правда. Да, прости, как кто, у кого? Кейси Нейстад, это американский блогер, который в 31 год начал снимать каждый божий день. Он снимал там, он снял 365 блогов за год. И этот Кейси Нейстад, известный режиссер в Америке, он снимал для Nike, для Mercedes, крутые ролики. И у него было там порядка за 5 лет 500 тысяч подписчиков. Ну вот примерно так было. И когда он начал снимать каждый день, он буквально за полгода вырос до миллиона подписчиков, потом до полтора. Сейчас, спустя 15-й, да, был год, за 16-й, 17-й и конец 18-й у него 10 миллионов подписчиков. Вот, и он... А что за тема, о чем он? Он очень, это человек, который, и я лично очень люблю смотреть Кейси на английском, и Сергей очень смотрит его, поэтому мы его отчасти копируем здесь. Это человек, который умеет совмещать жанры разные. Это разговорный жанр, когда он рассказывает на камеру, он стоит, и при этом он обожает Нью-Йорк, он живет в Нью-Йорке. Он катается на электрическом скейтборде по Нью-Йорку, он держит вот так камеру, едет между машин, он едет между машин на электрическом скейтборде с пульта управляя, и это все рассказывает. У него есть своя студия, такая очень ньютная, где он может, ну, что-то изготовить, сделать, ну, там, распилить, что-то там наклеить. Ну, то есть, очень интересные вещи внутри, то есть, такие обзоры делает. И, конечно же, у него есть всегда квадрокоптер, он как человек с такой любящей кино, вот, он снимает с квадрокоптера всегда под классную музыку. Каждый раз он подбирал на аудио SoundCloud, ну, новую музыку, то есть, объединяет музыку, квадрокоптер, и у него всегда есть перебивки в виде таймлапсов. То есть, в течение одного видео у него там 2-3 перебивки как таймлапс, ну, то есть, ускоренный. И это очень классно смотрится, то есть, он не дает заскучать, поговорил, раз, едем на фоне Нью-Йорка, там кто-то, эй, привет, Кейси, вот, потом раз, квадрокоптер. Супер, очень интересно. К Сергею вернемся, а он развлекательный, получается, контент. Значит, во-первых, ему это близко, то есть, если человеку, даже если он говорит про какую-то экспертность, делится информацию, ему должно быть это интересно. Сергей понял, что все надоело, есть хорошие примеры, нужно немножечко менять жанр канала, при том, что это, может быть, меньше будет заходить с точки зрения там подписчиков, которые хотят постоянно смотреть. Но он недавно же, скорее всего, начал вести именно такой лайф, правильно? Да. То есть, это же старые ролики, которые просто, ну, как больше времени прошло, чтобы подписчиков набрали. Да, естественно, больше года. А теперь он пробует другое направление развлекательное, и оно как-то, ну, сколько процентов развлекательного, сколько у него еще бизнесового осталось? У него влог как бы на разные темы. На самом деле, вот мы провели 10 влогов, это по средним 10 минут, они очень классно заходят, их смотрят дольше, на них реагируют больше люди. Мы стали там проводить розыгрыши, чтобы люди вовлекались, делали репосты, и канал рос. Сейчас планируется также коллаборация, интеграция с блогерами, чтобы расти, да, и Сергей все равно пытается из бизнес-сообщества вытащить людей. То есть в этом кратком блоге он заезжает к Петру Осипову из бизнес-молодости, он на скайпе включает видео с Гаврилиным, который сейчас в Америке, и находится, и говорит, классно, классно, у тебя классный влог, продолжай 10 минутку, буду тебе что-нибудь рассказывать из Америки. И люди в комментариях пишут, о, Гаврилин, верните Гаврилова, давай, Гаврилина, это классно, это супер. И люди вовлекаются, ну, правда, иногда 5 дней подряд, когда снимаешь, люди говорят, мы уже устали каждый день тебя смотреть, все классно. Заходят, 10 минут смотрится легко, но пятый день уже опять ты, мы уже начинаем уставать. Мы вы это делали. Да, насколько тебя хватит, интересно, сколько ты так продержишься каждый день делать. То есть на самом деле это заходит, и YouTube очень любит систематичность, когда систематически выкладывается видео, и он понимает, что этот контент нужно чаще рекомендовать, потому что он выходит регулярно. Здесь живая аудитория, здесь его смотрят всегда. Ну, по твоему опыту, все-таки раз в неделю это достаточно для понимания YouTube регулярности? Или прям, если делать 5, это прям совсем другие результаты? Ну, тут как бы вопрос твоего контента. Когда ты делаешь чаще, то качество может упасть. Все-таки контент важнее, чем частота? Контент важнее, на мой взгляд, но я бы не стал делать ролики сейчас больше 10 минут, потому что люди подписаны минимум на 10-20 блогеров, и больше 10 минут у них просто физически нет времени тебя смотреть. 10 минут два раза в неделю, я думаю, сейчас это нормально. Конкуренция растет, люди пытаются каждый день делать, но не у всех получается. Поэтому один раз в неделю минимум лучше два, и ролик не больше 10-12 минут. Я бы так рекомендовал. Окей, а как происходит работа, то есть твоя, с точки зрения продвижения? Тебе присылают уже готовые ролики, или ты как-то участвуешь как раз в разработке, общении, на какие темы делать? Может быть, какие-то ключи заранее подбираешь, предлагаешь сделать коллаборацию по этому тренду? Или вот с этой звездой, или туда сходи? Или, может быть, ты знаешь, что Сергею кто-то помогает, потому что каждый день придумывать, куда ты пойдешь, с кем ты поговоришь, и чтобы это было интересно, сложно. Он сам это придумывает прям, или... Я понял вопрос. Раньше, до влога, контент-план все равно придумывался и Сергеем лично, и участвовала команда по продакшну, и я давал рекомендации по трендам, которые есть. Но все равно окончательное решение за Сергеем. И поэтому сейчас, когда снимается влог каждый день, он каждый день показывает свою жизнь, то есть процентов 30-40 это жизнь, куда он идет, зачем, спорт, не спорт, задавайте свои вопросы. Что у нас будет, какой giveaway проводится по инстаграму, или там, с кем я сегодня встречаюсь, кого могу показать, кого не могу показать. И он туда вставляет известных медийных каких-то личностей. Макс Топор, который ушел от дневника Хача, к Петру Осипову опять же заскочил, с ним потусил. Там встретил актера Романовича Сергея и так далее. То есть он всячески пытается делать жизнь... В тусовке. Да, в тусовке, не скучно. И ты чувствуешь себя, как будто ты с ним побывала на бизнес молодости, лично с Петром Осиповым пообщался и увидел опять актера, задал ему какие-то смешные вопросы. Ты чувствуешь себя... Ну, это тот же Дом-2, только больше интересный, более быстрый, более динамичный. Люди любят подглядывать за жизнью людей успешных и быть в тусовке. Если хочется попасть и ощутить себя в этой тусовке, а он как раз это показывает, ты ощущаешь в ней. Наверное, это основной интерес. Но, правда, не все могут себе позволить, но к этому можно стремиться, общаться с людьми из своей, так сказать, экспертной деятельности, своей ниши и тоже делиться чем-то полезным. Мы сейчас говорим о блогере, но наша основная аудитория, зрители, это владельцы, предприниматели, управляющие, они хотят продвигать свои проекты, монетизировать их, получать определенные результаты. Вот у нас пример успешного влогинга на ютубе, но он это делает целенаправленно для получения каких-то результатов. Все-таки, естественно, что ему это нравится делать, но для каких-то результатов это как-то конвертируется, ведется ли куда-то трафик, как-то это отображается на его успехе, вот как ты считаешь или знаешь? С точки зрения бизнеса, ютуб тоже позволяет зарабатывать. Мы сейчас не говорим о просмотрах, за которые платят небольшие суммы, там 50-100 тысяч рублей, какую-то сумму просмотра приносит в месяц. Но важно, конечно же, монетизировать блог через, в нашем случае, если это блогер, то это реклама крупных компаний, то есть это брендовая реклама. У нас были интеграции с Samsung, со Сбербанком, и они были вполне успешные, и это интересно, да, показать товар, который самому нравится там, да. Что касается прям бизнесовой истории, то есть если у нас привязка к сайту, считаем ли мы лиды на какие-то гивэвэи, либо компании, да, Сергея, то на данный момент нет, сайт не привязан, и мы не ведем лиды, лид-генерацию отсюда. Вот, то есть это такой лайв-блог, как и Инстаграм, в который могут приходить рекламодатели, а могут не приходить, ты ведешь это для себя, для истории, для кайфа и для имиджа. Это больше брендовая история, то есть человек как бренд себя позиционирует с хорошей стороны, как и Портнягин позиционирует себя как бренд. Только Портнягин больше продает рекламу, а мы больше делаем лайва и искренности, стараемся показать всю жизнь, как она есть. А вот очень интересно, как происходит механика конкурсов в Ютубе, какой конкурс, насчет чего, как выбирается победитель, как он объявляется, какие может быть подарки, тебе вот эту схему подробнее можешь рассказать? Мы сейчас решили среди комментариев разыгрывать несколько денежных призов. Это будет Random.org, ну программа, которая случайным образом из комментариев выбирает по номеру комментариев, или просто, ну да, по номеру комментариев выбирает победителя. И это будет в прямом эфире, будет розыгрыш. Мы просим сделать репост, чтобы люди больше о них узнали. Ты должен быть подписан на канал и, соответственно, написать комментарий, ссылку на свою соцсеть, где ты сделал репост. И дальше уже, если этот комментарий совпадает, то мы разыгрываем. Есть такой закон вообще, который запрещает проводить, вот выбирать победителя рандомно, это я забыл, как правильно называется, такие розыгрыши делать. То есть только, когда есть определенные условия, или выбирают эксперты победителя, или ты должен собрать определенное количество чего-либо. В данном случае это рандом. Ни разу никто к вам не стучался, к Сергею, насчет того, что это, ну в принципе, официально запрещено. Или лицензия покупается, достаточно дорогая, что я сомневаюсь, что это Сергей делал. На самом деле, можно накрутить лайки, можно накрутить... Это сложно, я согласен. Придумать механику выбора. Да, мы делаем рандомную механику. И на самом деле, про закон не готов ответить. То есть, насколько это... Это личное, как пожертвование, которое Сергей дает людям, и оно не проводится официально, как прям розыгрыш-розыгрыш лотереи. Поэтому, наверное, под закон это не попадает. А, ну все. Я немножко... Информация для зрителей. Просто с этим столкнулись. Конкурс... Реально есть такой закон. Но специалист во Вконтакте, довольно уважаемый, тоже говорил, он очень с многими конкурсами организовывал в социальных сетях. Если это не Beeline, если вы не Megafon, не крупная компания, не Сбербанк, никогда не было случаев, чтобы стучались по этому поводу. Потому что, ну просто к каким-то мелким компаниям, организациям, ну просто разорительно и нет смысла обращаться. Но вообще это нарушение. Но мне кажется, и этот человек советует не бояться, если вы только начинаете, пробуем конкурсы, рандом, все нормально. Если вдруг вы услышали об этом законе. Вообще, зачем AdWords нужен ли Косенко? Или достаточно будет оптимизация? Или мы ускоряем продвижение канала за счет дополнительных охватов? Ну смотри, реклама в любом случае нужна для того, чтобы привлекать новую аудиторию. Человек может после ролика подписаться в Google Ads, да, бывший AdWords. Можно засекать, сколько пришло подписчиков с рекламной кампании. То есть есть отдельный столбец, который фиксирует, было подписано, допустим, 10 человек на 1000 просмотров. А стоимость подписчика понятна с AdWords, который приходит и который с органики? Это как-то считается или нет? Это считается, это конфиденциальная информация и это как раз то, за что люди борются. То есть блогер не хочет ботов, да, не настоящих, хочет живых. И он считает по разным каналам всегда, сколько пришло через трейлер, сколько пришло с интеграцией. Как мы видели, с Мариной Могилко пришло порядка 4000 пользователей только за последнее время. Сейчас мы посмотрим, за 30, нет. То есть за все время с Мариной Могилко, с интеграцией пришло 4000 человек. Хорошо ли это? Можно посмотреть, сколько стоила сама интеграция. Ну, насколько я знаю, они договорились бесплатно по дружбе. То есть можно разделить и получить стоимость подписчика. Иногда бывает, что с большого блогера миллион подписчиков приходит также всего 5-10 тысяч. А с маленького блогера, у которого 50 тысяч подписчиков и цена дешевле, приходит также там 4000 человек. И получается, что с маленьким блогерем выгоднее интегрироваться, потому что цена подписчика дешевле. А с Google AdWords цена может достигать в 2-3-5 раз больше, потому что там более холодный трафик. И мы пытаемся в 5 секунд заинтересовать человека, потом еще заставить подписаться, а он хочет смотреть другого блогера. Другой вопрос, что в Google AdWords есть не просто реклама первые 5 секунд, а также, как и контекстная реклама, когда ты встаешь, ты попадаешь в рекомендуемые, либо в топ-поиска. И человек сам принимает решение по обложке кликнуть, посмотреть, узнать о тебе и так далее. То есть он уже сам решил, он более теплый и более там подписок больше. Но там, допустим, клик дороже. То есть в целом по цифрам получается, что у нас есть органика, то есть кто пришел через поиск и похоже. В принципе, там стоимость подписчика, она меньше, чем в AdWords. Интеграция с блогерами ведет определенный трафик, тоже цена подписчика дешевле. В AdWords она там в 2-3-5 раз дороже, то есть менее выгодна. Но это позволяет охватить новую аудиторию, поэтому вы тестируете, смотрите как бы за цифрами. Да, совершенно верно. На самом деле иногда бывает, что AdWords приносит подписчиков стоимость такая же, как и через интеграцию. Но в целом интеграция это как лотерея. Ты не знаешь, сколько придет, сколько заинтересуется тобой. AdWords ты примерно стараешься настроить все-таки твою аудиторию, там женщины такого-то возраста, допустим, которые в России и у которых интерес к бизнесу есть. Но ты никогда не угадаешь, кому тебя YouTube покажет, девушки из Москвы или девушки из далекого города, из Сибири, которая бизнесом интересуется, но у себя в Сибири, Москва неприменимая. И насколько ее заинтересует московский блогер, московский бизнесмен и так далее. То есть получается преимущество AdWords, что мы как-то его можем контролировать и примерно прогнозировать, а все взаимодействия, коллаборации с блогерами, можно впихнуть много бабок и при этом получить, как у нас выражается менеджер YouTube, как там дырка от бублика. Да, это действительно лотерея непредсказуемая. AdWords можно пытаться настраивать, особенно если это один и тот же ролик. То есть если мы сделали классный трейлер, мы показали все преимущества и его регулярно тестируем на разной аудитории, то мы можем прогнозировать цену. Если мы каждый ролик закидываем в AdWords и там в каждом ролике новый трейлер, и потом еще длинный ролик на 12 минут, и в нем ни разу мы не сказали подписаться, и он не закончился, то человек может просто не услышать «подпишись» и забросить, и не смотреть до конца 20 минут и уйти. То есть лучше всего работает трейлер в AdWords, короткий, на двух минутах, где весь самый сок со всего канала за ближайший год, полгода, тогда это эффективно, тогда это дешево. Имеется в виду трейлер общий канала или для роликов еще делаются анонсов трейлеров каких-то? В каждый ролик мы стараемся делать трейлер 15-секундный, чтобы сам ролик досматривали до конца. В смысле в начале вставка или отдельный видеоролик? Да, в начале вставка, чтобы эти просмотры учитывались в ролике. Что входит в трейлер? В самые интересные моменты из самого ролика, то есть мы вырезаем там 3-5 моментов, как в фильме, там 2-3 секундные, стараемся их вместе смонтировать. Как у Дудя, в первые 5 секунд каждый выпуск есть что-то самое интересное. То есть со съемочной группой ты не взаимодействуешь практически? Что касается съемочной группы, то я стараюсь на этапе отсмотра материала, уже драфтового, черного монтажа, подсказать, что, на мой взгляд, зайдет в трейлер. Что можно вставить в трейлер? Вот этот момент, вот эта секунда и так далее. Но окончательное решение все равно решает Сергей, что мы вставляем в заставку, что мы не вставляем в трейлер, потому что он, ну, как бы сам решает, а мы рекомендуем.